Я танцевала, 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 любовь все нарастала, нарастала, нарастала. Сноровка не так. Вчера одного типу чуть не втащил. Кровища лилась, ой, ё-моё, куда я попал? Стол заказов на РУ-ТВ Всем большой музыкальный привет в эфире программа Стол заказов. Меня зовут Лиза Жарких. Сегодня в студии я буду не одна. Мою компанию, мне компанию, состоит прекрасная пара. Мне кажется, вы обожаете просто эту пару, по-другому не скажешь. Мот и Мария Мильникова, ребятки, привет. Здравствуйте. Маша заранее предупредила, что у неё сел голос, но она всё равно к нам пришла. Маша, не знаю, кивай или как-то... Я буду говорить, Мария говорит. Я надеюсь, он прорежется. Хочется прям Маше чай налить с мёдиком, с лимончиком. Уже это пробовали, причём это произошло по пути сюда. Серьёзно? Буквально 15 минут назад. Такое бывает. Может быть, в процессе что-то прорежется, но... Если что, я за неё. Ты мне на ушко, а я уже... Матвей, скажи, пожалуйста, легко понимаешь супругу без слов? За 10 лет... За 10... А ты, пожалуйста, помнишь. Пожалуйста. Расслабься и получай удовольствие, как говорится. За 10 лет совместной жизни уже можно и без голоса, и без взгляда. Это только телепатические мысли на уровне телепатии друг друга чувствуем. Да. Да. Ура! Смотрите, это целительный эфир. Бывает. Серьёзно? Да. Нормально? Да. Ну я тебя поздравляю. Ты помнишь, как Бенджамин Баттон, когда смотрите, он идёт, встань и иди, она говорит. Маш, ну давай проверим твой голос. Раз, два, три. Раз, два, три. Он ещё чуть-чуть хребет. Чуть-чуть, да? Но получше уже. Ребят, осень, все дети пошли в школу. Да. Поздравляем с первоклашкой. Я так понимаю, что он пошёл в школу, в первый класс? Нет. Ещё рано ему. Он пошёл в старший класс, в садик. Ааа. У него сейчас два года. И там тоже линейка, все дела, да? Ну их стараются как-то адаптировать к взрослой жизни, но пока что не очень это адаптация. Он просто сидел у диджейского пульта, вот так вот облокотился. И такой, ё-моё, куда я попал? Куда я попал, да. Он про отображал, мне кажется, настроение абсолютно всех, кто был на линейке. Да, 1 сентября. А вообще о школе с ним говорили? Он как в будущем хочет у него? Какие планы? Или он как бы хочет подальше от этого держаться? Ну, вообще он хочет быть царём и, в принципе, цари... Им не обязательно это всё. Не обязательно школу, да. Но, естественно, как будто в школу он хочет больше, чем в садик. Потому что он, в принципе, стремится общаться с более взрослыми и старшими, да, детьми и взрослыми ему интереснее. Поэтому он уже вот себя чувствует, наверное, как студент, скорее. А в садике задания есть какие-то домашние? Да, я офигеваю просто от этих заданий. Серьёзно? Сколько можно? Ты же ходишь в садик, почему ещё дома задания? А кто делает с ним, помогает с ним? Вчера я делал, сегодня, наверное, мама будет делать. А были уже такие задания, когда смотришь и сам не понимаешь, как это сделать? Нет, ну пока, пока ещё всё понятно. Уровень садика мы тянем пока, а что будет дальше, не знаю. Просто я, мне кажется, многие вещи вообще не помню прям конкретно. Ну ладно, тогда вам желаю успехов, терпения. Пока логарифмов у него там нет, всё хорошо. А вы, кстати, сами в школе как учились вообще? Хорошо? Я училась хорошо, закончила с тремя четвёрками. У меня золотая медаль в школе. Ну ты в МГУ учился? Да, но там у меня не красный диплом, у меня там тоже было много четвёрок, но в целом всё хорошо у нас в этом плане. Мы в равновесии. Ну круто. Я знаю, что вы пришли с премьеры, это самое главное, так официальная премьера на телеканале РТВ, совсем скоро состоится. Есть какой-то мандраж вообще? Или уже настолько это всё привычно? Ну, Матвей, для тебя как минимум. Перед премьерами. Мандраж есть, потому что это первый, не то что там полноценный, неполноценный, вообще первый клип в этом году. И мы не снимали, я потратил столько денег, что и мандраж, наверное, только поэтому. Особенно у жены. Куда ты это всё деваешь? Я говорю, ну... Ей теперь не хватает на какие-то женские атрибуты? Всё, всё хватает, всё классно. Поэтому мандраж вот в том плане, что всё равно соскучился. Я, соскучилась аудитория по масштабным, классным, качественным съёмкам и клипам. Поэтому случайности не случайны. Вот наконец-таки мы выдали то, что мы хотели выдать в этом году. Потратил много денег. В итоге доволен результатом? Это то, что ты хотел увидеть? Не, ну я бы за эти деньги, наверное, больше... Да, я шучу. Конечно, я доволен. И в целом у меня была давно уже мысль и мечта, не побоюсь этого слова, снять что-то красивое на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Потому что допростят меня все фанаты Гарри Поттера, коим я тоже являюсь. Но, как по мне, Витебский вокзал намного волшебнее и магически... Магически... Как сказать, Мария? Более магически, да. Нежели вокзал Kings Cross, который там и в Гарри Поттере фигурирует, и в фантастических тварях. А так как песня про знаки, символы, что люди... Ну, само название случайностей не случайно. Да, люди поезда и люди, которые случайно или не случайно встречаются на вокзале, то тут вообще не было у меня сомнений, где снимать. И получилось действительно волшебно и магически. Маш, попробуем ответить на слово. О, хорошо. Ты веришь в то, что все случайности не случайно, а вообще в судьбу, да? Конечно. Мы так встретились с Матвеем. Ты уверена, что это не просто так? Конечно. Мария, ты уверена, что это не просто так? Уверена. Ну, какая шикарная хореография. Очень круто. Ну, естественно, вообще само видео, сколько денег потратил, столько денег потратил. Я поздравляю, это очень красивая работа. Что мы все про деньги и про деньги, да. Это же эстетика. А, кстати, сегодня вышел клип Димы Билана. Да. Да. И он тоже был снят на этом же вокзале. Серьезно? И даже в чем-то образы наши перекликаются, как говорится… Как это… Великие умы. Ну, кто-то говорит «великие умы», думаю, это одинаково. Кто-то говорит «у творческих дураков мысли сходятся». И вот я просто вижу, мы вчера были на презентации у Димы и, наверное, сегодня все увидят этот клип. Поэтому я потеряла голос. Да, поэтому Маша потеряла голос, вероятно. И Диме говорили, вот, у Мото вышел клип уже в этой локации. Мне писали, вот, а Дима год назад снимал клип в этой локации и скоро у него… Причем, а ты об этом абсолютно не знал. Да, не, я просто хочу обратиться ко всем людям. Ребята, так не хватает в наши дни классной, качественной, крутой картинки и такой же светлой, доброй музыки. Поэтому не надо сравнивать, кто первее снял, кто позже, на какой локации. Просто кайфуйте от эстетики, кайфуйте от клипов, кайфуйте от музыки. Слава Богу, и там, и там с этим все в порядке. Поэтому смотрите клипы и Димы, и мой, и слушайте песни, и получайте удовольствие. То есть вы не отнеслись к этому как-то ревностно, да? Да нет, мы в прекрасных отношениях и, наоборот, только поддерживаем друг друга в этом плане. Потому что всегда искренне обидно, когда ты творец, ты автор, и вот хочется максимально это донести до аудитории, а когда компас аудитории немножко сбивается на другие моменты, какие-то негативные или около этой истории, это всегда не очень приятно. Поэтому я этот компас стараюсь как-то наладить. Ну вот, образно говоря, если бы ты узнал о том, что Дима Билан снимал этот клип, свой клип... Ничего не поменялось бы. Не поменял бы. Моя мечта снять Витебский вокзал, именно вот он идеально подходит под эту песню, поэтому я снял бы то же самое. На клипе уже миллион просмотров. Вообще отслеживаешь, сколько просмотров тебе это важно? Мне не важно в плане цифр, то есть чарты, счетчик на ютубе. Это все классно, но это все второстепенно или еще дальше. Для артиста важно, что вот ты постарался, ты заложил туда какую-то свою глубокую мысль или посыл, и хочется, чтобы больше аудитории это услышали или увидели. Поэтому цифры не важно, но важно, чтобы люди это как можно больше посмотрели и прониклись этим, чтобы наша работа все-таки не была чисто для своих, так скажем, и впустую. При монтаже ты присутствуешь, вообще регулируешь этот процесс? Да, мы вместе, причем мы монтировали дистанционно. Кстати, режиссером клипа выступила Маша Жемчужная. Маше, привет! Мы вместе делали сценарий и вместе же монтировали. Монтажер сидел в Казахстане, мы с Машей в Москве. И дистанционно через Zoom добавляли фишечки, меняли кадры местами, они находили на всяких сайтах поезда, чтобы вставить, потому что сами не успели во время съемки снять красиво поезд. Ну, короче, это было действительно полноценное наше совместное творчество. Матвей, скажи, пожалуйста, вот когда девушки, артистки, да, монтируют клипы, участвуют в процессе, они выбирают свои лучшие ракурсы, как там у них лицо выглядит и так далее. Ну, я думаю, Маша поймет, мы девочки такие. Ну, как бы, мы всегда выбираем. Да, но все равно. Мария в этом плане очень лояльна. Ну, образно говоря, ты фотографируешься, наверняка ты, как бы, отсматриваешься. У нее спрашивают, какая рабочая сторона, говорит, что это? Ну, не прям, что это играет. Поэтому меня походили сюда, а и сюда. Нет, на самом деле, это неправда, я села сюда, потому что я поправилась, и чтобы мне казалось подальше похудеть. Вот, но это тоже, как бы, да, своеобразно, ты выбираешь лучшую сторону. Поправились — это одно, а стороны обе хороши. Просто они обе иногда поправляются. Ну, короче, девушки выбирают. Так им должно быть много. И порой им даже это важнее, чем, в принципе, что в кадре происходит. Ты когда монтируешь... Он, нет, он непривередливый. То есть ты не смотришь, как ты в кадре, там, тут у меня синяк под глазами. Ну, если синяк под глазом, вообще лучше тогда не сниматься, я считаю. Он, мне кажется, он отсматривает больше картинку в целом. Он смотрит на все окон. Ну, и мне важно танцы, потому что не все люди, особенно монтажеры, чувствуют танцы, и я там придираюсь, и им сложно со мной. Очень. 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 В гостях у нас Моты Мария Мельникова. Маш, открой тебе тайну. Да. Голос у тебя хороший. Я могу смотреть твои видео с танцами бесконечно. Я думаю, что многие зрители присоединятся к моим словам. Это, правда, завораживает. Насколько я знаю, у тебя был перерыв, и потом... Очень длинный. Да. Сколько теперь тренировок в неделю вообще, как тяжело восстановить это все? Ну, на самом деле это все зависит от того, куда и к чему я готовлюсь. Изначально, когда я вернулась в больные танцы, я просто танцевала для себя, я медленно, плавно возвращалась, я снимала красивые видео в Инстаграм, как-то по чуть-чуть вливалась обратно во всю эту историю. Но потом, по истечению того, как я танцевала, 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 любовь все нарастала, нарастала, нарастала в памяти, и я решила, что почему бы не рискнуть и не выйти на паркет, не посоревноваться. И, соответственно, тут, конечно, подготовка была уже совсем другая. Я убила все свои колени, как все за этим наблюдали. Тренировалась я очень много, и на самом деле было трудновато, потому что партнер мой был из Санкт-Петербурга. Мне приходилось постоянно мотаться туда, ему сюда. Трудновато, это не то слово. И у нас были перерывы, потому что то он приезжает сюда на три дня, и мы просто с утра до вечера танцуем, то потом я приезжаю, мы с утра до вечера танцуем. Плюс физические нагрузки, потому что это очень сложно. Ты должен физически быть подготовленным. И я, в общем, вошла в это по полной, как любят все козероги, и решила окунуться прям по голову. Я и в балет пошла. Я все начала делать, чтобы максимально эстетично, красиво выглядеть на паркете. Поэтому в зависимости от задачи. Ну вот сейчас сколько у тебя тренировок? Сейчас поменьше, потому что сейчас я не выхожу на паркет. Сейчас я организовываю. Матвей, что такое? Он просто слышал бальные танцы на завтрак обед и ужин, мы шутим. И он уже, мне кажется, просит, может сдавать экзамен. Нет, я сейчас не из-за этого. Я из-за того, что ты не выходишь на паркет. Потому что, действительно, когда она готовилась к этому выходу, она ушатала все, что только можно было ушатать в организме. Ну не прям все, ну не делай мне пенсионерку. На самом деле только колени. Я очень сильно переживал, потому что колени были на бейсболах, она была на бейсболах. Ноготь прямо во время турнира отлетел, кровища лилась. И я просто... Обратная сторона. Да. Я на вот валерьянке и магной Б6 держался как мог. Да, да. Ну, в общем, поэтому сейчас, дабы обойти все эти непредсказуемые ситуации, я решила устроить турнир по бальным танцам. Для меня это очень знаковое, действительно очень большое событие. Я мечтала маленькой быть чемпионкой мира. И я всегда мечтала сделать свой турнир. Очень красивый вечер для спортсменов, для танцовщиков, где бы они смогли продемонстрировать свой танец на большую аудиторию. Мне очень хочется показать и рассказать об этом очень красивом виде спорта на всю страну, чтобы каждый видел воочию и понимал, насколько у нас талантливы они. Потому что бальные танцы наряду с балетом очень сильные. У нас очень сильная школа бальных танцев. У нас прекраснейшие педагоги, судьи. Это многократные чемпионы мира. И это действительно вот то, как ты правильно выразилась, что можно просто смотреть бесконечно, вдохновляться. Очень много моих подруг, очень много моих знакомых, они начали делать первые шаги бальных танцев. Именно для этого существует категория прам. Никогда не поздно начинать. Никогда не поздно. Ты в любой момент можешь прийти, можешь попробовать. Более того, именно для таких девушек, которые пропустили в детстве и хотят сейчас наверстать, придумали категорию прам, которая тоже будет присутствовать у нас на турнире. Это дамы, которые только сейчас начали, они танцуют с профессиональными танцовщиками, демонстрируют свой танец и также соревнуются, также выигрывают места. На самом деле, ты в эту всю среду вливаешься, и ты сам не понимаешь, как ты в ней уже по уши. А есть какие-то ограничения по молодости? Это я тоже не заметил, как я уже по уши. Нет, абсолютно нет. Именно в этой категории прам ты можешь и в 50, и в 60 пойти и танцевать. На самом деле, везде по миру ты можешь посмотреть, где уже очень-очень дедушки, они приходят, и они танцуют танго. Мне кажется, это самые умилительные видео, которые максимально все выставляют и очень любуются этим. Поэтому это очень красиво, это очень аристократично. Поэтому я приглашаю всех следить, наблюдать, приходить, болеть за лучшими спортсменами нашей страны. Ирия, расскажите, пожалуйста, о какого числа, возможно, будет соревнование? Это самое ошеломительное событие. Просто все уже устали от концертов, хотят прийти на турнир танцевально посмотреть. Может быть, вы как-то конкретику внесете? Молодец, спасибо. 16 ноября, Барвиха, лакшери вылочь, это будет… Это уровень. В общем, мне кажется, он переобщался с Григорием Викторовичем, да? Чуть-чуть. Потому что у него повадки начинают быть такие же. Григорий Викторович – это классика. Это старость. Это старость. То ли это близкое общение. Я вот пока не разобралась. Это классика. Что-то из-за этого. В общем, я организовываю этот турнир вместе с прекраснейшим тренером, педагогом, наставником, чудесным танцовщиком Русланом Айдаевым, а также под эгидой спортивного бального союза танцевального нашей страны. Круто звучит. Так и есть. Думаю, что круто и будет. Стол заказов на РУ-ТВ. Продолжается прямой эфир программы «Стол заказов». Ребята, у меня, кстати, вопрос к Матвею, точнее, да? Да. Который, мне кажется, интересует многих. Вот у Маши страстные танцы. Ты ее эмануешь? А у тебя что страстного, да, Матвей? Не, ну правда. Что? А какой вопрос еще раз? Ну, с мужчинами страстные же танцы. Это он не хочет отвечать. А, вы к этому клоните? Да. Да я в шоке. Сколько уже этих партнеров. Я уже задолбался со всеми знакомиться и убедительные беседы проводить, воспитательные. Проводишь? С другой стороны, вспоминаю, сколько у меня было дуэтных… Что? Сейчас что-то. Так, что? Дуэтных партнерш по сцене. У меня было очень много. И такой думаю, ну, наверное… Это честно. Это честно. На самом деле. Я так не думаю, что честно. Но хоть как-то, да, компенсируется. Но вообще, вот когда видео смотришь… Просто она сейчас говорит, что опять будет новый партнер. Я говорю, да я только к тому привык. Какой новый? Тормози, Мария. Да, у нас, к сожалению, не сложилось с предыдущим партнером, партнерство. Почему? По многим причинам. Не все, из которых я хочу озвучивать. Но, в любом случае, по многим. И, мне кажется, самое главное, это действительно было трудно на два города. Угу. Потому что у него своя профессиональная карьера. У меня тут семья и работа. То есть, что-то постоянно отменять, вырываться – это трудно. Плюс, трудно очень сильно было по здоровью. Потому что вот эти скачки, вот как я говорила, усиленные тренировки, там, например, 3-4 дня, потом неделя перерыва, они очень сказываются на моем здоровье. Потому что все-таки все равно намного лучше, когда партнер тут. Стабильно. Когда стабильно, плавно. По чуть-чуть. Да, этим всем вот как-то подходите к этому всему. Они скачками резко. Сейчас, да, я готовлю сюрприз на турнире танцевальный. И мне сейчас очень повезло с партнером. Мне очень комфортно, очень нравится танцевать. Он его выбрал. Он его выбрал. Подожди, ты кацин проводил? Да, да, конечно. Жесточайший. Я без его разрешения как могу. Конечно. Я всегда спрашиваю. А что, должен быть человек непривлекательным максимально? Ну, подождите. Нет, на самом деле он шутит, но он очень совестно к этому относится. Ему действительно всегда очень важно, чтобы и партнер был хороший, чтобы это смотрелось красиво. Да, да. Она просто не знает, мы там подписываем договор кровью. На самом деле. В общем, возможно, но сейчас у меня очень хороший партнер, и я надеюсь, что сюрприз танцевальный удастся, и он всем понравится. Я спасла тебя от ревности. Я надеюсь, что для меня сюрпризов никаких не было. Что ж такое? А если сравнивать, ну, все равно ревность в любом случае присутствует в отношениях всегда, там где-то поменьше, где-то побольше. Если сравнивать ревность в ваших отношениях в начале и вот сейчас, она сильно разнится? Я успокоилась на максимум. Пожалуйста. Вот он постоянно так делает. На самом деле, да. Мы когда встречались на расстоянии, мне кажется, я была просто самой лучшей девушкой на всем белом свете. Потому что меня не интересовало абсолютно ничего, кроме учебы. Я не вникала. Особо ничего. Представь, в другом городе, он, вечные вот эти концерты. поклонится. А он еще молодой был, маленький такой. Знаешь, вот такие все клубы. Ну, нет. Никому не нужны. Не, ну, сейчас уже, знаешь, сноровка не та. А тогда, понимаешь? Сноровка не та, говорит. Какая себе яму, Маша. Стой. Домовый разговор у нас предстоит жесткий. Нет, ну, нет. Там тоже такой. Сначала с партнером, потом вторая серия с женой. Ну, нет, молодой, но ты понимаешь, кровь кипит, вот эти все дела. И к чему я? Да, все вы меня сбили, застыдили и меня покраснело. Успокоилась. Голос постепенно начинает пропадать. Я тогда была очень спокойна. Но потом, когда мы начали жить в Москве вместе, был период, я не скрываю, я честно признаюсь, за некие, наверное, моменты мне даже стыдно, потому что мне казалось, что где-то я очень остро реагировала. Но, как такое небольшое оправдание, могу сказать, что это, наверное, было с непривычки, потому что я укунулась в его мир, который был мне абсолютно незнаком. И какие-то моменты, конечно, мне давались тяжело. То есть, со временем я понимаю, что это работа, я понимаю, что, ну, как-то, в общем, спокойно уже по имени реагировала. Он сейчас будет спорить, но я правда… Ты на телефон смотрела с кем вообще? Никогда. Никогда. За столько лет никогда. Ты на меня так смотришь, как будто я должна обратно смотреть. Нет. Ну, прям ни разу. Нет. Ну, хорошо, а вот он лежал, например, вот так, смс-чка пришла вот так вот? Нет. Ты знаешь, я… нет. Просто мне кажется, что это вот начинает вот как-то так подкрадываться какое-то недоверие женское, когда ты начинаешь из-под тяжка. мне проще, мне характер такой. Мне проще прийти и прямо спросить. Дай посмотри телефон. Нет. Помнишь этот мем, когда у девушки один глаз сможет телефон, а другой вот так вот? Ну, бог просто. Нет, ну, то есть, если есть какая-то сомнительная для меня ситуация, мне проще проговорить ее с ним, спросить у него конкретно, ты меня почему отворачиваешь от камеры. Ладно, я пошел, а вы тут свои женские моменты. Нет, подожди, я сейчас до тебя до очереди. Так. Проще спросить. Поняла. Матвей, а у тебя в плане ревности разница есть какая-то? Была как раньше, там, 10 лет назад. Он очень ревнивый. Серьезно? Абсолютно очень ко всему, что происходит. Вчера одного, типа, чуть не втащил, да? Серьезно? Он очень ревнивый. Стоит кому-то сказать какое-то доброе слово, абсолютно, даже по-дружески. Я просто не знаю, первый раз вижу этого человека, а он уже рассыпается в комплиментах. В комплиментах. Да, моей жене причем такими. Да, он не рассыпался в комплиментах, он сказал просто приятное слово. Какое? Не могу тебе сказать. Вдруг узнать. Иначе. Это не для эфира. Или он может понять, что это он, хотя он уже так вчера все понял. Просто абсолютно невинная, да? И Матвей. Да. У него, как у меня, у нас есть одна плохая черта. Даже если мы не говорим, все считывается на лице, к сожалению. То есть… Не, я ему сказал. Ну, вот он сказал. В общем, эмоциональная вы страстная парочка, это я считаю прекрасно. Сегодня у нас в гостях прекрасная сладенькая парочка Мот и Маш Мельникова. Ребят, есть вопросы от наших зрителей. Как проводите семейные вечера, если вот нет выступлений, концертов каких-то рабочих, дел танцев там и так далее. Вот просто по кальфу вдвоем провести время, что делаете? Могу рассказать. Я прошу его найти фильм. Он его ищет час. Я понимаю. Он его ищет час. И мы идем спать. И мы идем спать. Я понимаю вас. Не, кстати, позавчера мы решили пересмотреть Джокера и даже досмотрели там 30 или 40 минут, нам удалось посмотреть. Ну да, но мы все фильмы смотрим в 4 подхода. А, еще она меня заставила смотреть «Завтрак у Тиффани», я офигел. Да, и он сказал, что это ужас ужасный, это обида на всю жизнь. Не, ну это классика, я ее не смотрел, мне вроде бы как должно быть стыдно, но мне не стыдно. Потому что не понравилось. И я даже не хочу досматривать. Но нужно сказать, он посмотрел «Унесенный ветром». Да, это тоже классика. А в плане жанров у вас, как у всех парочек, там один хочет боевики, остросюжетные фильмы, а Маша там мелодрамы. Да я уже давно свыкся, что мы вечером не смотрим боевики. Он жалуется. На самом деле, мне кажется, мы оба любим какие-то веселые, классные, легкие фильмы. Мы оба не любим страшилки, вот это точно. Да. Мы фанатики вообще греческой свадьбы. Да, да. Моя большая греческая свадьба. Комедия такая. Если кто не видел, посмотрите. Очень, да. Очень советую. Там первая и вторая часть. Маша, турецкий сериал. Ооо, только не. Пожалуйста. Уже даже ребенок знает и говорит, ко мне подходит, говорит, папа, она опять это смотрит. А там миллион серий, великолепный век. Постучись в мою дверь. Постучись в мою дверь. Черная любовь. Черная любовь. Все это было в нашей жизни. И слава богу, что мы успели назвать ребенка Соломоном. Почему постоянно кто-то? Иначе он был бы Сирканом. Он был бы Сирканом. Это точно. Это очень смешно. Это хуже всего, что помимо вас смеется кто-то где-то очень далеко. И очень смешно. Очень за разным смехом. Вы смеяли. Все. Ну, слава богу, все. Все. Сейчас пошло. Четвертый раз она пересматривает. Хорошо. А что это? Хороший сериал. Я, кстати, пересматриваю «Черную любовь», потому что еще новенького не вышло. А что это? А сериал, который ты сейчас смотришь, что? Уже хватит. Хватит тебе говорят. Сплетницы. Я ушел. Почему? Ну, не турецкий. Ну, я же говорю, хотя бы турецкие закончились. Она сейчас четвертый раз пересматривает этот сериал. Хватит. Все. А «Зимородок» смотрела? И каждый раз удивляется, что там происходит. Поняла. Чем больше за них переживает. Ну, а как иначе? Я вообще, на самом деле, очень люблю смотреть то, что я уже видела. Я, кстати, тоже. Если нравится, почему нет? Лучше еще раз пересматриваю. Мне очень важно знать, что я знаю все, что там будет. В плане питания. Как у вас обстоят дела? Правильное ли оно? Замечательно. Серьезно? За исключением последних каникул, да. Великолепно обстоят дела. Потому что каникулы были в Италии, а побывать в Италии и не есть глютен. Паски, пиццы. Да, я вспомнила на 5 дней, что глютен – моя жизнь. Мне просто нело его два года. И я просто пошла во все тяжкие. Но, конечно, тяжеловато было и мне, и Матвею. Уже на пятый день. Уже действительно было невыносимо просто все это есть. Прилипли парочки КГ? Да, да, да. Я же тебе говорю, я почему сюда села? Я до сих пор пытаюсь избавиться от этой парочки КГ. Но, на самом деле, мы стараемся, по крайней мере, питаться правильно. А дома ты сама готовишь, либо у вас есть кто-то? Повар, который помогает с готовкой. Ну, то есть у него прям меню, правильно, здоровое питание. Вот я Александрович лично выбираю от каждого. Ничего себе. Ну, хорошо, смотрите. Вы кино смотрите вечером, а с кино всегда что-то очень Это ужас, он делает попкорн. А я держусь. Серьезно? Ты держишься? Да, потому что я люблю карамельный, а он любит соленый. И в этом плюс. Я как-то спокойно более-менее реагирую на его соленый попкорн. И ты ничего не ешь? Просто кино смотришь? Нет, но вот когда мы ходим с друзьями в кино, я вот ем карамельный. А дома просто ничего. Ничего. Я пью воду. Ты ругаешь на меня. Я ругаюсь на него. Тут аромат попкорн на всю спальню. Как я здесь спать должен? Да. Попкорной ночи. Да. Нет, ну как с фильмом, это просто золотое дело. Ну, да. Да. Так, хорошо. Последний раз. На что тратили деньги? Вот последняя покупка сегодня. На его клип. Ну, я поняла, что ты забыть не можешь. Это вечная тема. Но вот сегодняшняя покупка, я не знаю, воду купили. Чай мне, чтоб голос прорезался. Чай. Так. Я за такси заплатил. Вы на такси? Ну, Мария, она водителя, я на такси. А вы отдельно, да, приехали? Из разных мест? Ну, Мария, очень расписан график. У нее свои дела, я и дома. Ты понимаешь? И так постоянно, и так всегда. Ты как это весело. Да, да, конечно. Всем вокруг. Всем вокруг. Я уже смирилась, конечно, да. Я считаю, что это классно. Стол заказов Нару ТВ. Предлагаю обсудить с вами новости шоу-бизнеса. Может быть, кстати, вы не знали, но я вам расскажу. Вот Анастасия Костенко ждет четвертого ребенка. Это жена Дмитрия Тарасова. Класс. Поздравляем, ребят. Это всегда прекрасно. На второго не можем не списывать. О, только хотел спросить, а мы как чувак? А мы как мы. Мы хорошо. Тут, как говорится, как Бог даст, да. Ну, есть вообще желание, да, что в будущем будет еще один бейбик? Хотелось бы, да. А то этот совсем распоясается тогда. А что думаешь, когда один ребенок, тогда ему все дозволено? Ну, конечно. Это я по себе знаю. Я один ребенок в семье, и все. И на тебя, с тебя пушинки сдувают. А когда их двое, то уже и родителям веселее, и им как-то по жизни, наверное, попроще. А имя быстро, кстати, выбрали ребенку? Он у нас три дня был мальчик, мальчик Мельников. Мы выписались с роддома, был мальчик Мельников. Мальчик Мельников. А потом, кому в голову пришло? На самом деле, у нас было два имени, и мы просто решили, что когда он родится, мы посмотрим на него, и уже точно, да, окончательно решим. То есть второе, запасное, это на второго ребенка? Да, да. По этому не буду говорить. На всякий случай. Ну, либо девочку, наверное, тоже. Возможно. Возможно, конечно. Для Матвея. Кто из вас такой строгий родитель? Я. Марию. Да? Да. Меня вечно тормозят на всех поворотах. Мне абсолютно строго-настрого запрещают как-то лишний раз повысить голос, как-то лишний раз что-то не так сказать. Он мне скидывает видео, когда мама повышает голос. Что в этот момент думает ребенок? Заставляет меня это посмотреть. Внедряет в меня все вот эти страхи. Это не страхи. Боже мой. На самом деле, вчера мы поговорили с прекрасной Еленой Север, которая мне сказала, делай так, как чувствуешь. Чувствуешь ты так, да? А чувствую я так. Потому что вы понимаете, что я такой цербер немножко думала, потому что папа его лучший друг. С папой они играются в видеоигры. Папе абсолютно не принципиально. Он придет там как-то с опозданием, не с опозданием. Папа его сам прекрасно понимает, потому что папа сам прекрасно все так же делает. Нет, потому что папа так же делает, но у мужчин у нее же все как-то попроще. Понимаю. Похальяжнее как-то чуть-чуть. Такое чуть-чуть, как там Джига говорит, на расслабоне чуть-чуть. Поэтому, а мама все-таки, мне кажется, она более, в принципе, любая мама, она более строго воспитывает ребенка. Поэтому строгая я. Ну ладно, это не так страшно. Кто-то же должен быть строгим. Да. В паре. Стол заказов Нару ТВ. Ну что, ребят, хочу вам сказать спасибо. Было мега позитивно. Я могу сказать, что когда приходят парочки, да еще такие, как вы, замечательные, светящиеся, то эфир пролетает незаметно, за что вам огромное спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. Маша, тебе успехов нереальных в твоем проекте творческом. Спасибо большое. Буду продолжать смотреть твои видео и думать, когда же я так начну танцевать. Я тебя приглашаю. Всегда жду. Спасибо большое. Ну и, Матвей, тебе, конечно же, я думаю, без меня, без моих, конечно, не так сказать, советов, попутственных слов сопутствующих. Все прекрасно будет с твоим клипом, я уверена. Спасибо. Но все-таки я желаю, чтобы все было еще более прекрасно. И в конце, в заключении, хочется вам подарить классный подарочек. Это бесконечный фотоконструктор Moza Brick. Соберете что-нибудь, например, фотографию. Moza Brick – это универсальный набор, с помощью которых можно превращать любые фотки в пиксельные картинки. Все максимально просто. Открываешь набор, загружаешь фотку на сайт mozabrick.ru и собираешь по полученной инструкции. Универсальный подарок вообще для всех. Спасибо большое. Выбирайте свою классную фотку либо вашего бэйбика, либо где вы втроем и собирайте. Спасибо вам большое. Спасибо за подарочек. Всем прекрасного вечера и вам в том числе. И вам тоже. Это была программа «Стол заказов». С вами была Лиза Жарких, МОД Мария Мельникова. Вот. И, ребята, остаются снимать для вас еще кое-что. Это вы увидите в эфире телеканал РУ-ТВ уже на следующей неделе. Пока-пока.